Здравствуйте, я Лилия Игликова. Оказывается, называться банкротом, хотя и непочетно, но зачастую выгодно. Обсуждаем тему с финансовым аналитиком Салтанат Абаевой. Салтанат, здравствуйте. Здравствуйте. Хотите стать банкротом и списать все долги, пишите нам. Вот такими рекламными лозунгами от юридических компаний полон интернет сегодня. Неужели это возможно, заплатить однажды юристу и забыть о всех долгах, независимо от их размеров? Говорят, что то или иное мероприятие, если оно имеет спрос, то оно, конечно же, будет пестрить и своими заголовками в объявлениях. Действительно, о банкротстве много сказано и о банкротстве юридических лиц говорят не в первый раз. И я считаю, что этот механизм банкротства предполагает не только уйти от взыскания долгов, это можно здесь предусмотреть и некоторые такие сложные мошеннические схемы ухода от налогов, ухода от того, чтобы не платить по счетам своим кредиторам, не платить заработную плату своим сотрудникам. Вообще, процедура банкротства, она, конечно, звучит очень с юридической точки зрения несложно, но сама процедура занимает очень много достаточно времени. И вообще, когда юридическое лицо, компания признает себя банкротом? Во-первых, причинами банкротства могут быть признание неплатежеспособности данной компании по своим счетам, отсутствие доходов в течение определенного времени, чаще всего это более трех месяцев, когда в балансе компании не отражены доходные статьи, то есть оно является убыточным. Также есть задолженность перед контрагентами, перед партнерами, и в течение трех-четырех месяцев компания не выплачивает по своим выставленным счетам или же не оплачивает заработную плату своим сотрудникам, не оплачивает налоги, обязательные платежи в бюджет, то в таком случае компания имеет полное основание признать себя банкротом. Вообще, процедура предполагает, что, во-первых, сама компания может пойти в суд с заявлением о признании себя компанией банкротом, могут с таким заявлением пойти контрагенты, то есть это партнеры по бизнесу, также фискальные органы, то есть государственные органы могут признать компанию банкротом, выступить перед судом о признании данной компании банкротом. Также сотрудники компании, которые не получают зарплату в течение трех-четырех месяцев, также могут инициировать признание компании банкротом. Конечно же, из практики следует, что по некоторым параметрам компаниям намного выгоднее признать себя банкротом, чем платить по счетам. Те же самые налоги, те же самые платежи по кредиту перед кредиторами. И сама процедура довольно-таки очень емкая, затратная. И есть, как вы сказали в самом начале нашей передачи, есть компании, которые за определенную комиссию готовы обанкротить любое нормально действующее предприятие. Есть даже такое понятие лжебанкротства. Вы уже упомянули, что частное лицо или бизнесмен может использовать это название банкрот для того, чтобы не отдавать деньги банку или скрыть какие-то денежные средства или активы. Второй вопрос прозвучит так. Удобен ли закон о банкротстве физических лиц мошенникам и находящихся в разработке, закон о банкротстве физических лиц будет ли удобен и выгоден людям, у которых есть какие-то мошеннические планы? Вообще процедура банкротства, как я уже заметила, она инициируется, как мы заметили, контрагентами, кредиторами. Здесь очень интересный момент, что тот кредитор, который первым пишет заявление о признании данной компании банкротом, то есть у него есть такое право, он может назначить сам администратора. То есть у него такое превалирующее право. Мы сами понимаем, что кредиторы, они получают свои, вернее, им возвращают долги компании в третьей или четвертой очереди. То есть в первую очередь после признания компании банкротом возмещаются долги, связанные с выплатой заработной платы. Далее идут все налоговые отчисления, то есть обязательные платежи в бюджет, социальные налоги. После этого уже в третьей очереди идет возмещение задолженности перед кредиторами. И насколько активов компании, которая обанкротилась или признала себя банкротом, будет достаточно, чтобы покрыть все эти расходы. Гораздо, наверное, люди, которые заведомо предполагают эту процедуру, наверное, рассчитывают на то, что лучше признать себя банкротом, получить решение суда, что данная компания является банкротом, и не платить по счетам, по своим денежным обязательствам. Конечно же, те компании, которые предлагают эту процедуру банкротства, оно материально тоже заинтересовано, поскольку они тоже получают определенный процент в виде комиссии. Этот размер данной комиссии, например, в российском законодательстве четко прописан, что вознаграждение составляет 7%. От чего? От суммы, которая фигурирует в остаточном балансе компании. То есть после того, как признали банкротом, проводят процедуру банкротства, описывают все имущество и составляют баланс, как они говорят, баланс при ликвидации, ликвидационный баланс. Вот от этой суммы, 7%, это комиссия как раз-таки той компании, которая занимается вопросами банкротства. И, естественно, таких компаний, которые хотели бы заработать на банкротстве, достаточно, и они успешно процветают. Но следующий вопрос о мошеннических схемах банкротства предполагает, что чаще всего собственники или же топ-менеджеры компании, увидев, что они не в состоянии оплачивать по счетам, по выставленным счетам, они могут признать себя банкротами. Но поскольку сама компания инициирует, то в течение одного месяца принимается решение суда и начинается процедура банкротства. Здесь идет описание всего имущества, и как бы с молотка продают имущество этого должника. Но насколько это быстротечный вопрос, насколько это занимает по времени и по каким-либо еще другим моментам, это очень сложный вопрос, и люди предпочитают действительно лучше признать себя банкротом, чем платить по счетам. Поскольку чаще бывает, что взяли непомерно огромный кредит, раздутый баланс, как бы циферки приписали, и в итоге нужно возвращать кредит банку, а если же он признает себя банкротом, то есть юридическое лицо данной компании освобождается от выплаты налогов. То есть он может быть не в прямом смысле освобождается, но тем не менее априори у него есть время для того, чтобы распродать свое имущество, свои активы. Возможно, даже этих активов будет недостаточно, хотя бы одну третью часть долго закрыть. Поэтому это такая муторная, долгая процедура. Но российские коллеги, они в законе предусмотрели ускоренную схему, более упрощенная схема банкротства. И даже по бюджету, то есть по расходам, которые несет компания при банкротстве, она настолько минимальные расходы, что гораздо выгоднее признать себя банкротом, чем платить налоги. Это как бы схема ухода от налогов, тоже рассматривается. Солданат, вот пример из жизни. По решению специализированного межрайонного экономического суда одна из столичных строительных компаний была признана дефолтной 3 апреля 2017 года. Не буду называть компанию и владельца. Но хотя можно упомянуть, конечно, что компания принадлежала человеку, которому принадлежит несколько строительных компаний и не только строительный бизнес. Брат этого человека, известный экс-моджилисмен, который убежал в Австрию и спокойно живет, владея недвижимостью, в том числе и в Турции. Вопрос у меня такой. Как можно назвать компанию банкротом, если ее владелец явно не банкрот? Ну, вопрос, наверное, чисто с юридической точки зрения зависит от того, какая схема заложена в данной компании. То есть он может быть собственником, но все вопросы по принятию решения обычно делегируются к правлению, как мы говорим, тому органу, который принимает в повседневной жизни решение. А собственник, он может просто делегировать эти права, и, соответственно, ответственность по принятым решениям будет нести правление. Соответственно, тот собственник, который, как мы говорим, в бегах, он может юридически к нему не подкопаться. То есть юридически он настолько... Он может оказаться чистым. Да, он может быть чистым. Сказать, что все вопросы к правлению. Правление принимало решение, подписывало все соответствующие документы. Пожалуйста, разбирайтесь с данным органом, то есть с правлением, с членами правления. А я собственник, я свой бизнес отдал в управление, вся ответственность на этих людях. Возможно, здесь речь идет именно о такой форме взаимоотношений, о такой форме ведения бизнеса. Потому что в уставе четко прописаны полномочия собственника, полномочия органа, который занимается операционной деятельностью. Это как раз таки, как мы говорим, наемные люди, топ-менеджеры, которые принимают решение, которые также должны нести ответственность за финансовую деятельность, хозяйственную деятельность компании. И здесь, конечно, практика российских коллег предполагает, что можно и призвать к уголовной ответственности тех людей, которые принимали решение и таким образом заведомо подтолкнули компанию к банкротству. То есть здесь есть четкие нормы, прописанные, которые предполагают, что даже можно подать на топ-менеджеров в суд о том, чтобы призвать их к ответственности и взыскать именно тот ущерб, который понесла данная компания. Но у нас, получается, можно быть автором мошеннической схемы и даже воплотить ее в жизнь и остаться юридически чистым. Чаще всего просто в банковском секторе мы как раз говорили о кредитовании. Это, можно даже сказать, определенная схема, наверное, которая больше подвержена мошенническим каким-то схемам. Здесь предполагается, что чаще банки второго уровня выдают кредиты, причем очень большие кредиты, строительным компаниям, которые берут также еще и деньги у своих дольщиков, обещая им построить такому-то сроку дом, но при этом, прихватив деньги, убегают за границу. Таких случаев у нас и в СМИ очень будоражило, было много сказано, и ипотечники поднимали вопрос о том, чтобы нашли тех горе топ-менеджеров строительных компаний, которые просто-напросто, взяв деньги и не построив дом, убежали за границу. Эти же вопросы были и адресованы банкам второго уровня, те, которые финансировали данные строительные компании, и под строительство этих домов в будущее они выдавали еще кредиты ипотечникам. Вы представляете, какая схема? Здесь банк выдает строительной компании деньги, строительная компания берет деньги у дольщиков, где-то как первоначальный взнос, а в некоторых схемах просто-напросто говорят, идите в этот банк, оформляйте кредит, ипотечный кредит. И вот эта вот схема как раз-таки работает на то, что в один из моментов просто-напросто обрывается, то есть руководители строительной компании с бухгалтером убегают, или же наоборот, признают себя банкротами, то вот эта схема обрывается, и сколько людей, которые в надежде приобрести недвижимость, становятся проблемными заемщиками, то есть у них нет недвижимости, но они должны рассчитываться перед банком. Банк должен получить возврат, свой кредит от страховой этой компании, строительной компании, строительная компания обанкротилась, и вот эта процедура банкротства как раз-таки предполагает, что списываются долги у этой строительной компании. Соответственно, и баланс у банка также очищается. Руководителем этой строительной компании может быть хороший друг топ-менеджера банка, это может быть родственник, причем здесь бенефициара, наверное, и несложно отследить конечного бенефициара, кто является собственником этой строительной компании. И хочу заметить, что в судном портфеле банка второго уровня, то есть это по последним данным Национального банка на 1 апреля, основная доля судного портфеля как раз-таки по кредитам юридических лиц, то есть это 40-45% кредит, которые выданы юридическим лицам. И небольшая только физлица выдана, именно судного портфеля. Основной, конечно же, это кредиты, которые выданы юридическим компаниям. Чаще всего это бывают строительные компании, компании, которые работают в сфере промышленной компании, и компании, которые занимаются торговлей. То есть мы говорили о девелоперских компаниях, мы говорили о компаниях, которые занимаются оптовыми и розничными продажами, это вот торговые дома, которые как грибы после дождя открываются, и через некоторое время закрываются, и ты смотришь, тот же собственник уже открывает новую компанию. Я просто называть не буду их в студии, но тем не менее, я думаю, многие казахстанцы знают о нашумевших наших торговых центрах, которые открываются, потом через полгода-год закрываются, выясняется, что хозяин данной компании уже открыл совершенно другую новую компанию, опять взял кредит. Это также та же самая прослеживается схема мошеннических действий. То есть когда берутся кредиты, когда признают себя банкротами, не возвращают кредиты, но с чистого лица открывают новую компанию, также набирают кредиты. И в итоге, если же нет в нашей практике таких громких дел, связанных с наказанием собственников или топ-менеджеров компаний, которые уже заведомо себя, свою деятельность так поставили, что через некоторое время признают себя банкротами, чтобы никому ничего не платить и не быть должным. Получается, что вовсе не несчастные ипотечники становятся причиной роста числа проблемных кредитов, а какие-то схемы, по которым работают, в том числе и сотрудники банков. Правильно я вас понимаю? Ведь выдаются зачастую явно проблемные, явно невозвратные кредиты. Чаще всего я хочу сказать, что здесь полная ответственность лежит на тех топ-менеджерах, как мы говорим, членах кредитного комитета, которые подписывают и принимают решение выдавать или не выдавать данному юридическому лицу кредит. Чаще всего это крупные компании, которые являются корпоративными клиентами банка второго уровня. Но они, поскольку являются корпоративными клиентами, то есть у них есть определенные условия уже кредитования, то есть, возможно, даже по низким процентным ставкам выдаются кредиты этим компаниям, возможно, это очень хорошие знакомые, друзья, братья, сватья, какие-то, может, аффилированные в кавычках лица, поскольку по закону, наверное, ни к чему там не придерешься, поскольку эти схемы настолько продуманные, что юридически прикопаться ни к чему. То есть нет такого пункта, в соответствии с которым можно бы зацепиться и наказать руководителя той компании, которая, взяв кредит, через некоторое время признает себя банкротом. Здесь я считаю, что такая схема априори может быть, но чаще всего крупные компании, корпоративные клиенты банков, они берут кредиты, но есть еще случаи, это чаще всего как раз-таки в строительном бизнесе, когда вот был у нас строительный бум, люди строительной компании понабирали кредитов, потом не были в состоянии вернуть до перед банком. Конечно же, это как снежный ком, он в любом случае нарастает, и та доля ипотечников, как мы говорим, проблемных ипотечников, которые на сегодняшний день составляют в доле проблемных займов порядка 4-5%, там вот больше 7-8% это составляют неработающие кредиты юридических компаний, юридических лиц, а вот 3-4% это как раз-таки проблемные займы физических лиц. А из этих физических лиц еще есть как бы ипотечники, это совершенно маленькая доля, там может быть 1-2%, которые, конечно, имеют очень социальный эффект, поскольку здесь связано с жильем, здесь связано с тем, что люди потеряли свое жилье или не имеют крыши над головой, но при этом должны оплачивать валютные кредиты. Конечно же, вот в этой связи здесь социальный эффект очень огромный, и все СМИ почему-то акцентируют внимание на этих ипотечниках. Я понимаю, что это большая проблема, но с финансовой точки зрения как раз-таки большая проблема в этих строительных компаниях, которые брали кредиты, не построили дома, не предоставили ипотечникам жилье, но обанкротились. Салтанат, ну раз вы заговорили об ипотечниках, расскажите, пожалуйста, как были рефинансированы кредиты, выданные ипотечникам? По программе рефинансирования наше правительство уже второй раз поддерживает именно, как мы говорим, ипотечников, проблемных заемщиков, которые в свое время брали валютные кредиты. Но это как раз-таки... Государство выделило огромную помощь материальную, и эта помощь могла бы покрыть значительную часть кредитов. Я хочу сказать, что эта помощь была банком второго уровня, но не своими ипотечниками, потому что здесь адресно не говорилось о том, что вот такой-то там Иванов, Сидоров получает такую-то сумму от государства. Здесь говорилось о том, что выделяются деньги банкам второго уровня, которые через процедуру рефинансирования будут рефинансировать ипотечный кредит. То есть получается так, что полностью не закрываются долги, которые висят на шее у ипотечника, а как раз-таки этот долг также остается, но просто он принимает совершенно другие масштабы, совершенно другие формы, поскольку если это был валютный кредит, то это теперь уже будет тенговый кредит. И если же эта процентная ставка в начале была от 14 и выше процентов годовых, то в соответствии с программой рефинансирования Национального банка, именно бремя ипотечного кредита на заемщиков, оно снизилось. То есть здесь говорилось о том, что основной долг просто-напросто переводят в сеньговый кредит, и процентная ставка здесь намного ниже. Хотя в этой проблеме не фигурирует слово банкрот, но в любом случае государство оказывает именно финансовую поддержку в похожей проблеме. Тогда у меня вопрос такой. Банки второго уровня получают финансовую поддержку от государства, а значит от налогоплательщиков. Первое. Почему частные банки получают помощь из бюджета? По вашему мнению, как вы можете объяснить это? И второе. Оказывается, сфера кредитования открывает широкий простор для мошенничества. По данным российских экспертов, мошенничество в сфере кредитования является наиболее распространенным в различных отраслях экономической деятельности. Не мошенничество ли является и основной причиной роста проблемных кредитов? И почему долги банков покрываются из общественного кошелька? Что касается программы поддержки банка второго уровня, вы знаете, что очень интересное мнение существует среди руководителей банка второго уровня. То есть у Национального банка есть очень интересное исследование, когда они проводят опрос среди банков второго уровня, среди именно казахстанских банков. Там был вопрос о том, что, как вы считаете, откуда ждать поддержки при пополнении, при фондировании. То есть мы понимаем, что банки второго уровня также между собой, как говорится, есть межбанковские кредиты. То есть один банк занимает второму банку или же берут деньги у Национального банка, допустим, под операцией РИПО, или же работают те деньги, которые взяли у населения в виде депозитов. То здесь почему-то банки второго уровня как раз-таки сослались на то, что они больше рассчитывают на государственную поддержку. То есть это говорит о том, что уже настолько привыкли, что из бюджета выделяются деньги для того, чтобы как-то поддержать именно бизнес банкиров. И, конечно же, все казахстанцы, налогоплательщики резонно задают вопрос, почему из бюджета выделяются деньги для того, чтобы поддержать частные банки. Это даже не государственные банки, у нас только один государственный банк, это же Стоисбербанк. Кстати, у него очень хорошие перспективы, и этот банк на сегодняшний день показывает очень хорошую динамику роста. Но что говорить о частных банках? Мы понимаем, что первая волна поддержки прошла, то есть эти деньги, которые были выделены из Национального фонда, насколько они возвращены, этот вопрос еще открытый, потому что есть информация на сайте Национального банка о том, как используются деньги Национального фонда банками второго уровня. То есть там можно как раз-таки отследить, какой банк, как использовал поддержку эту. То есть то ли дело он направлял на финансирование малого и среднего бизнеса, или там сельского хозяйства, и насколько эти деньги работали. И здесь, наверное, вопрос очень резонный, и хочется сказать, а до какого времени мы должны поддерживать эти частные банки? Поскольку если гниет нога, как говорят, если есть гангрена, то, наверное, может, ее нужно просто отрезать, и чтобы дальше оно не распространялось на здоровое тело, именно банковской системы. До каких пор нужно поддерживать? Вот та же схема с банком Туран-Алем. В одно время из бюджета выделены деньги, капитализировали, были огромные суммы выделены, объединили с Казкоммерсбанком, то есть Казкоммерсбанк часть своих средств выделил для того, чтобы поддержать именно банк Туран-Алем. Но опять-таки это гной, который распространяется на здоровое тело. Теперь уже и Казкоммерсбанк сейчас стоит в такой ситуации, когда, наверное, нужно и его спасать. Хотя это частный банк. Салтанат, вы даете оценку происходящему как общественный деятель, как экономист. Ответьте на один вопрос только. Почему? Ну, знаете, здесь, скорее всего, всем известно, это разговоры, которые идут не только в кулуарах на кухне, но здесь вопрос стоит о том, что за каждым банком стоит определенное лицо. То есть каждый банк у нас ассоциируется с каким-то политическим деятелем, который принимает законы, которые принимают решения наверху власти. Соответственно, никто же не будет рубить тот сук, на котором он сидит, и то дерево, которое приносит ему деньги. Естественно, он будет лоббировать те интересы банковского сектора для того, чтобы и его банк, данного политического деятеля, получил поддержку, финансовую поддержку государства. Хотя сейчас национальный банк будет проводить стресс-тестирование, в соответствии с которым будут уже приниматься, наверное, жесткие меры по отношению к банкам второго уровня. А что конца и циа банкротства, я считаю, что здесь должно быть тоже четкое регулирование со стороны государственных органов, поскольку это тоже рассматривается как схема отвода денег. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Спасибо.